...избог выступить, и за него выступает представитель, она сама представится. То есть у нас тоже компания КОП, в группу А2, и тоже, опять же, разговор по мобильной установке технологического быстрого оператора. Вам слово, вам слово. Здравствуйте. Меня зовут Анастасия Янхарева, я представляю компанию НОПГУ. Мы инжиниринговая компания, разработчики и поставщики, оборудованы в области террористической переработки биомассы, возобновляемые источники топлива. Наша компания «Энергетис Фромосом» в 2007 году, образовалась на базе Казанского Минзояльного Седерца и технологическим университетом. За это время была разработана методика технологии термохимической переработки, произвела исследование о мировоззрительных средствах и изучения их свойствах. И в 2012 году учреждена компания «Энергетис Фромосом» и организован производственный комплекс, производительность в 100 квадрат в час для переработки отхода. Мы являемся резидентами Скокова, классированной эффективностью и шлем Российской биотоперной ассоциации. В ходе группы, в том, что в «Энергетис Фромосом» в 2007 году вошли 25 самых перспективных технологических компаний, оборудовавших в «Энергетис Фромосом» тех пор. Наши команды — это высококатализированные специалисты, доктора и кандидаты наук. Наше решение позволяет дорабатывать практически любые атомические отходы, жидкое топливо и уголь. Технология основана на процессе быстрого администрационного эффекта механически активированного термического расположения биомассы в отсутствии кислорода. А здоровый продукт «Энергетис Фромосом» является и «Энергетис», и «Жидкое топливо». То, как кому-то приятнее. Этот способ позволяет дорабатывать в биомассу ценные продукты в локальных предприятиях с коротким сроком оккупания. Позвольте представить Вам наше коммерчески готовое решение — это установка быстрого геомизма, мобильная станция «Эфик Кюнл-2». Это полностью автоматизированный производственный комплекс мобильного действия. Он состоит из брога на контейнер-блоков, который переводит его на контейнер работы и позволяет производить быстрый монтаж и выпуск на наладку. Нет необходимости дополнительной инфраструктуры. Технология «Энергетис Фромосом» позволяет дорабатывать отходы как на многих предприятиях в небольших объемах, так и легко увеличивать производительность под нужным объемом путем в оборудовании дополнительных модулей. Установки имеются необходимые документации, в том числе и государственной экологической экспертизи и спички отходов более 30 мл сильных действий, которые мы можем дорабатывать на нашей установке. Технологический процесс установки «Эфик Кюнл-2» происходит следующим образом. Измельченное и сухое сырье с 10% измельченной влажностью подает в расходной дневнике модулей закуски, откуда осуществляется его потач в реактор через вклапанное швозовую стружку. В реакторе под действием теплоты, образуемой в биологическом блоке, в отсутствии кислорода осуществляется механо-активированная терминческая разношение сырья, в связи с чего образуется уголь и парогазовая смесь. Парогазовая смесь подается в модных чистках, расширяется от деяния угольной пыли от парогазовой смеси и с последующей подачей в конденсаторный модуль. Могут из теста угли из реактора подается шелек в инфекционную модуль закуски, военную модуль закуски, где осуществляется его накопление и распределение. Возможна подача угли от зимы на выкрустку или на швозный инфекционический модуль. Быстрое охлаждение и конденизация парогазовой смеси в конденсаторном модуле позволяют выпустить жидкость составляющего и горючий красный. При этом горючий красный используется полностью для обеспечения для качества обеспечения процесса производства. В данной таблице представлены на материальном балансе некоторых видов отхода. Упора бруля, трубка, тревесины, салоны, пилимпометра и лобосатых и пластика. Как видно, материальный баланс всех разный, как и состав получаемых продуктов соответственно. Жидкие продукты можно использовать в первой координативном топе. Два малые коммунальные энергетики. Мы предлагаем применение в качестве причинных мест, в причинных топе, в первой зутам. Следующее. в связующих некомпозиционных материалах, в производстве полимеров, замешивание фимулов, фимулов, мобильных смол, и также замену пимулов в ретан, до 30%. Серьё в домовом соединительстве можно заменить, использовать как добавление киртум, как аппозиционную добавку, до 30%, и как сырьё для химической промышленности. Это выделение ценных компонентов, от числа получения компонентов мотровных топливов. Проведено для нас, считаю, достаточно серьезное спрятание. Есть статья, можно посмотреть, как мы продаваем этот топливный метод. Также, интересно, надо сказать, представлено испытание сжигания био-нефти в интригативных котлях с мотровной горякой и сравнение с дизельным топливом. Какими упаковки данные сопоставимы и что говорит от завистовала из самого процесса сжигания. Георгий из продукта Георгий представляет собой методистерс георгий порошок. Он отличный подход для депрессирования. Также воспользуемые действием хозяйства, для получения в народе отельских почв, для очистки источных водей до партии двигаются почвы. Также можно использовать металлургия. И, в принципе, здесь представлено что еще на где что будет при экономике, то при затратах питания в сторону новых рублей установка в зависимости от целья перерабатываемого покупается менее через за три года. При этом в качестве прибыли мы взяли только бионер и уголь и достаточным областным стечным ценам. Уголь взять 5 рублей за килограмм, и есть 5,6 рубля за килограмм. Хотя известно, что уголь намного дороже сейчас покупается, а мазут стоит больше, чем 20 тысяч рублей за тонн. То есть таким образом может заключить, что установка задачи решения с коротким сроком оккупания и переработки отходов. На этом я завершаю себе презентацию. Спасибо за внимание. Мы проводим активные научные исследования. проводим динозерционные установки и мы будем рады сотрудничеству. Спасибо. Есть вопросы. У меня только комментарии, что компания на гонок, учредители, главные ученые знают давно, очень рады ребята, они прошли в лабораторной установке в лабораторной установке 500 килограмм в час, сейчас у них инстанционная установка провышена 100 килограмм в час, и к сожалению, не смогу участвовать в инстанционном дне, но все интересно, и у них прекрасный канал в инстаграме, фейсбуке и прочее. можно спросить отходы отходы в перерабатывать спеши установки или это не так? Да, правильно. В 20-х километров в институте установки включен, то есть, может быть. Предварительно, и, ну, когда даже сущими модами, предложили, если у вас здесь можно, а их использовать. Ну, а в настоящий время практически установка работает, потому что это крайне предполагает. Ролиз, он есть несколько предприятий, которые его используют и в Московской области, и мы знаем, но так, чтобы масштабно будет работать для переработки и утилизации отходов той же пищевой промышленности. Ну, пока мы не встречаемся. У нас есть одна работа, что самая компания, она находится в городе набережной члены. Можно приехать, мы будем демонстрационные поустраивать, смотреть. То есть это демонстрационные? Демонстрационные, да. На данный момент у нас есть одна продажа, но пока еще там процесс полностью не пошел. Ну, потому что вообще не франа. Это установка на промышленном размере. То есть, как раз аппулация сделала мобильную установку на 500 кг, чтобы привезти ее туда, где есть отходы, сконцентрироваться и уже там жидкое топливо ввести. А какие методы отходов? Я могу сказать. Я понимаю, вы прошли массу, протестировали от пиловых засадков, ну не говоря уже по щеку, отопи, отходы элеваторов. То есть список очень большой, что если они уже проверены. Поэтому, может быть, ваши продукты и отходы уже в списке у них есть. Просто они проверены. Возможно, не походы. Спасибо. 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 Они полностью развивают эту тему. Они не представляются хорошим топливом, однако очень кислым продуктом и есть проблемы с дотракционным оформлением топлива. Проблема существует. Тем не менее, раз мы научились использовать в СССР-проводородное топливо, которое гораздо более для ракет. В общем, так быть, конечно, это легко. Ну да, да, правильно. В чем-то есть проблема. Но в принципе, этому компанию это решило. Мы можем поговорить с главным поручением студии лидера компании Андрея Врачова. Ваш вопрос. Спасибо. У меня второй вопрос. Когда я посмотрела вот эту схему, она у меня выразилась в книгах. И у меня такое впечатление, что сама реализация этой схемы, подготовка высушить до 100% сухого, измельчение, сжигание, реактор, охлаждение будет дороже, чем тот профит, который мы получим в результате адриатуры. Права ей или нет? Считали ли это в сторону для ремонта? Ну, мы экономику посчитали, у нас... Нет, давайте поговорим. В схеме, судя по всему, написано просто выход по сухе. Ну, просто я знаю, в отличие от технологии... Алексей Андреевич, я даже не смотрела на эти цифры, потому что это просто цифры, к ним не приложены никакие испытания. Я посмотрела на технологическую схему. Вы сами понимаете, что такое высушить 100% сухого. Да, все те, кто не достает. Не нужно высушивать. Измельчить, потом сжечь, потом охладить. Это все энергетика. А получим вот этого выхода копеечки. Мало же было. Плюс вот это, допустим, у вас мобильная установка приехала, она к месту. Что у нее будет... Что у нее будет источником энергии? Чем она будет жечь? Чем она будет охлаждать? Сколько она при этом запратит на это? Нет, видите, эта схема, она вынуждена в фас-балансе, а не в том, что реально происходит. Вот, вы знаете, в Талопе. Если у нас по сути сухим отходов, то вот куда что идем, видите, 22,00, у меня чуть-чуть как-то проблемы с проектом, вот сейчас там починить. Нет, отходит. А я на входе. То есть там она не такая уж и сухой зависит. Но вы заметили, нигде не было потраченной энергии на весь этот процесс? Нет, нет. Сколько потраченной энергии на этот процесс? Сама установка у нас будет лет 25 кВт в час. Ну, при этом, сколько килограмм она переработает в час и сколько килограмм она получит дешево? Мы ожидали, что 0,04% килограмм на килограмм что-то. Точно не помню, можно заменить. Ну, в общем, 25 кВт в час. В этом, сколько вы в час переработаете? Ну, допустим, сухой абсолютно слабой. 500 килограмм в час. 500 килограмм. И на выходе вы получили 56 и 22, да? Лежут, получается, короче, да, с другим устранством пока не используем устранки для поддержания процесса. Ну, а, я считаю, лучше всего вот приятят где воды, никуда и напрягую все это задать просто. То есть, помучить многозаработчиков. Потому что эти проблемы, они решили где-то. А, подавляющие отчетки? Да, у нас в основном, по-самому, конституционная очередь, в состоянии будет на вершине членов. Потом дать тебе контакты, я... ...выстраивая трансляционные дни, где можно приехать в страну, посмотреть, как работает, посмотреть на оборот, как живется в области зоны. Ну, есть, спасибо. Хорошо, интересно. Спасибо. Спасибо. Ага, спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? И, ну, что ж, спасибо за вопросы. Спасибо. Спасибо.